брать к троллю на легкую и все можно легкостью побеждать но и хомкин решили пойти по иному пути посмотрим как это будет у них сыграть тайт хантером не они не они вчера до играли тайт хантером или нет по моему это было другая по моему по моему это как раз lgd forever young были это были lgd гейминг просто рождите арестом да все согласно лжете ну батрайдер против точный канвозе по трейдер хорошо как я понимаю тайт хантер может и в случае лосос бросить своим крикеншалом его просто никто не ведет хватать скорее всего скорее всего да тогда вам тайт хантер покупают еще себе guardian грифс глобал ему особо не страшно драйвич он даст там ближе к ментгейму если это будет нужно последний бан от команды хомкин для лфай вроде как нужен герой на мид есть оффлейн есть два саппорта есть кэри нужен сильный митер который против шедоффинда может простоять может быть какого-то эмбера увидим хотя не уверен может быть драгонайта повтор если тандартный китайский dragon knight dragon knight уже стандартный правда становится в китае как же стандартный китайский разор нравится ну да наверное мне разор тоже не нравится сейчас как герои вот empire берут разора на кэри и у них получается играть кстати хороший выбор против легионки только сейчас об этом вспомнил что empire берут разора против легионки и у них все получается два героя есть против легионки хороших разора и урса кто нас ромить будет в этой игре кто будет полезен ромящий клокверк а будет души сфу классно все ради душу даже салфайл тлас пиком прямо объяснить что к чему вообще как этот пик должен работать синергию всех этих героев потому что пока вопросов много у их омкин все понятно машину финн что-то побилдит ханта рэвид ждал коги поставили все это под голем патроли окей а вот как у команды сил света это будет работать все вместе я пока не понимаю вот да у их омкин отличный пик конечно просто великолепный ну понятно саппорт сайлансер соломит там пларка ладно посмотрим что из этого выйдет сколько молчали она из работы да нет почему это может может сработать отжить и фарварянг могут выиграть здесь вполне вполне у бэтрайдера думаю что будет все весьма недурно в топе против тролля варлока он должен если не круто стоять то там можно в лесу идти пофармить аху будет играть на ромящем сэнд кинге может приходить мид ганга тесефа все-таки сэнд кинга мне кажется ромить проще чем к локер ком воды впоследствии сэнд кинг покупает там блинг может врываться наносить хороший дэмэдж клокер конечно тоже урон наносит но в него нет настолько взрывного урона какой ска поэтому мы от него чего-то такого не ожидаем здесь ну а там пларка там парка всегда была хороша в миде то есть у команды их он кин два сильных лейт персонажа тролль варлорд сф у команды lgd forever young два сильных лейт персонажа террор блейд и там пларка только вот герои поддержки мне больше нравится у их он кин тайт хантер как-то интереснее чем бэтрайдер смотрится варлок как-то интереснее чем сайлансер разве что ромич и сэнд кинг может быть лучше чем clockwork но одним сэнд кингом игру не выиграешь надо чтобы в совокупности персонажи были хорошие работали друг с другом в общем посмотрим что из этого выйдет да начинается вторая карта матча и хонкин напомню что пока первая карта была зала фай и там была карта не самая простая не было такого что там две по 30 как это было вчера как сегодня на америке вот я видел мило писала там команда есть одна из пайберов которые комплексе обыграли обыграли и команду thunderbirds очень быстро тут такого в китае нет вроде как все команды более-менее равна китаят окей смотрим телепорт есть от аху один центр вард сейчас что-то заблочит скорее всего маленький спаун и на арбузика ставит он центре блочит большой спаун и блочит еще и маленький спаун все заблочил купил себе талон и такое ощущение что будто вот стратегия что тайт хантер пойдет в лес а клок пойдет на сложную стоять то есть клок как бы саппорт но он идет на сложную стоять а тайт хантер как боффлейнер но он идет в лес хотя получается что у тебя клок более-менее с опытом тайт хантер у тебя и золотом и с опытом за счет того что лес нафармил а выйдет потом третьим уровнем где-нибудь там к третьих четвертой минуте и будет энтер смешем террор-блейду мешать фармить вчера с тобой ситуацию такую же один вазер медили по по моему там прям прям действительно один в один была ситуация только вместо клок верка был какой-то другой кажется персонаж который тоже получал экспу а может это было клокер кто же нет по моему это был не клок вертоли это был реки я даже смотрю непопытно кто там был я мне там был monkey king а вот манг и king не он туда приходил что-то опыт получал и и было ему круто да вдруг кто-то не понимает про что мы говорим была игра лжи дейминг и вичи гейминг джей где был тайт хантер против тб там тайт хантер от лтб просто не чувствовал там проблемы у троли варлорда похоже смотри да три напалма висит есть конечно варлок но тут четыре напалма урона будет очень много подкоп через 2 секунды но решили не идти до конца могли бы пытаться пойти до конца там даже в размерах на сэнд кинга и тролля но решили что не стоит и в итоге просто батрайдер под себя пачку крипов отвезет и возьмет себе эту пачку и уровень 2 тоже идет в топ и террор блейда оставляют 1 он уверен что они подожди сайлансер все-таки телепортируется в бот зачем он изначально в топ шел интересно нужно все-таки помогать вот изначально немножко клока бы погонять его немножко оставить без здоровья без регена и тогда можно так-то в принципе клок как минимум опыт может получать а то и крипов добивать ну вот в общем эта стратегия она реально клевая многие кричат фули сник это шизи луз на самом деле можно пару минут постоять не всю игру конечно минут пять постоять и потом перейти на линию да даже меньше требуется минутки 3-4 вполне достаточно 3 минуты достаточно то есть ты фармишь два спавна на первой минуте уже появляется третий ты его тоже зафармливаешь бежишь в другую часть леса можешь там пофармить немножко и уже к третьей минуте выйти на line активирует шрайн у тебя будет все ок террор блейда обязательно нужно купить стики здесь против тайт хантера и клокверка будут весьма полезны балуются клоквер там там своим балуется попутно еще и фарма 4 крипа есть данная учитывать мы разумеется не будем что дофинт на центре вы сами понимаете получил какой буст такой буст что там пара сасин 2 крипа за две минуты это конечно шок у сайлансера столько же но тяжело конечно с таким эсэпом у которого рука под 80 даже больше какая сица на тебя хорошо фракшн сбивает в секунду придачу все что можно чтобы финды на it можем это заметить 1 крипа 2 это все еще души дополнительно все максимально количество душу шуду пинду уже давно есть но он еще реген находит в топе очень везет 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 а фб у нас происходит на тролли все таки патрайдер успеет ли улететь нет не улетает но это неважно 1 бат есть роль не получает золото не получает опыта ну единственный плюс что варлок получил нормально так экспириенса мы голды разумеется не без этого очень плохо супер на центре он получил два рейза остался каким-то чудом живых ставить все хит-поинтами но секс не хочет еще там пларку отпускать там перерезает путь пытается там рейс какой-то выдать но крипов очень много и решил отойти для того чтобы немножечко подфармить не хочет он пропускать крипов нужны стаки знаешь вот по такой гребучно уже побольше сделать таков эншентов и в принципе в лесу чтобы потом супер себя восстановил уже есть так вроде супер сделала сам себе и вот за счет этого можно потом будут игру возвращаться пока конечно шадуфинт такой шадуфинт уже не обязан эту линию стоять идеально и крипов вообще не не оставлять в этом парке ни одного еще и на центр выход от клока клок ушел с линии самом деле странно там крипы уже достаточно были близки к башне можно было там опыт пополучать точно в итоге клок вышел его заметили и и все конец амба трайдер в лесу оказался который видать будут фармить леса ботарок так взялся уровень 4 круг почета сделал возвращается обратно как раз под крипов которые потихонечку начинают умирать от тавара нет шрайна у команды и хомкин в боте террорбек пока не испытывает трудностей на этом лайне и абсолютно всех крипов старается добивать чего нельзя сказать от роль варлорде который в топе уже один раз погиб и имеет крипстат 16 17 на 6 на данный момент в то время как у террорблейда 28 на 11 аху ищет тайтхантера тайтхантер что успел у нас на фарм 3 уровень тапок рейндропы телепортируется в бот но сейчас начинается самое интересное как отстает монет против тайтхантера не идеально конечно дарк на фарм можно было и побольше на самом деле фарма как-то маловато тогда получилось уровень высокий конечно бывает еще кстати продолжает фармить и тут рядом аху и он ворует экспу стоит вар тем более да поэтому санкинг все эти предвижения тайтхантера видит знает прекрасно санкинг отходит отсюда назад тайтхантеры правда пока не собирается идти на линии возможно сейчас делать стак на эншентах и после этого вернется выход от санкинга подкопали клокерка есть метаморфоза и клок конечно здесь эту урон никак не переживет плюс 2 интеллект для салансера но клок для тб это легкая добыча когда у тебя еще такой вот фарм не было третий крыло как прям как консервную банку очень много дэмэджа по клокерку у нас похоже проблемы у тролль варлорда на топ телепортируется клок но тролль умирает очередной выгодный размен для бэтрайдера бэтрайдера 2 2 но так размениваться думаю он с собой очень доволен тролль 2 смерти у тролля все до сих пор плохо с фармом ну конечно не у них там не так ужасно как например у тамплорасасин но все равно проблемы есть банка варка табарка прям откровенно мид проиграла прям очень сильно супер просил по ластхитам но она и понятно вот она вот она как минимум клок саппорт уже полезен да то есть он уже позволил выиграть метод в мид так ни разу то и не пришел правда ну там выходил гулял еще не сделал прогулялся да не более того а мид выиграл такая вот загадка такая вот дилемма бэтрайдера в этот раз нашли и в этот раз уже убивает без размену а тут шедоуфинт на ускорение такой шедоуфинт не прощает с третьими шедоу рейзами 30 душ уровень 6 аквилла маджа квент и почти есть деньги на пт 33 по над ворсом видим что шедоуфинт на второй позиции там парасасин идет чуть ниже чем тайтхантер ну ладно еще хуже идет роль тролль идет хуже чем клок даже но клок вроде как там убивал у нее одно убийство один ассист есть еще на попутные руны баунти успевают контролить на некоторых позициях иди сию смотри как делается таки пытался сделать по крайней мере через курсу но там клок был поэтому не получилось а вообще штука прикольная надо тратить время заходить на хайграунд просто курсу кинул и и все да приятно но не получилось ах а смотри монет эту закрывает в когах монет пытаются уйти рэйвэдж есть рэйвэдж давать будет ли нет там хватает от этих батареек и это минус star blade размер правда на варлока но разумеется размер выгоден для команды и хомки сюда еще и шедоуфинт пришел так что террорблейд тут по-любому не поздоровилось бы даже если недостаточно было когов плюс батареек от клокерку клокерка между прочим шестой уровень не каждый рабочий саппорт может похвастаться настолько высоким левелом но тут у нас клок долгое время на харде стоял все-таки пытается конечно как-то размениваться но тут просто есть настолько мало артефактов пока что да и опыта мало уровень 6 что до финда почти уровень 8 еще все это под батл трансом и башня пала странно что тролль играет без топорика учитывая что все таки вот непростая линия купить топорик или даже талоны и фарминг здесь было бы немножко побыстрее все-таки топорик даете вид дополнительный урон ну окей пусть фармит как желает сам тролль клокерк в инвизи бежит с хукшотом есть еще у тейт-кантера рэвэйдж опасно опасно момента лассо надо ли давать лассо пока нет в итоге рэвэйдж будет и сандра и нет сандра нет ой банка просто великолепная здесь было это люди создал делать тычку лассо есть по клокерку на палма висят из хукшотки погибая таки клокверк дарк живой телепорт от батрайдера любопытный телепорт но шуфинт дайсу шаду райс и погиб интересно пожадничал до помощь от сайланс рабудет какая-то в этой игре я знаю что он был пятого уровня на тот момент когда была драка но просто сам факт и лансер пока вообще никак не помогает держитесь там ребят да ребят держите на кнопку нажму один раз за драку и все такой персонаж ну зато какая-то приятного я-то я-то понимаю что персонаж такой как раз это ты меня и смущало что его забирают на второй пик не хочешь открывать карты ну прекрасно так как у нас кстати поставил в арт вот по он погиб не моя коги у него нас кинг только уровень 4 он даже не может копать толком нормально на 10 минуте по клоку уже уровень 6 на кинг 4 это конечно не дело это как-то прям очень плохо да как же шерпит что дофинтер загоняется есть уже драгон лэнс 5000 золота используется смоук и выход как раз кино человека который бегает над вардом а это супер фукшот коги и в общем ну коги такие непонятно удачные они или нет надо было оттолкнуть темпларку назад перегородить ей дорогу к отступлению тогда бы убили немножко не доиграл думал что видимо и так справится батрайдер полетел залетает голем есть лассо на толку от него ноль даже минус один толк и в итоге батрайдер погиб и выходят ребят из их омкин на центр тайт хантер почти есть мека 5 8 и просто могут их омкин давить учитывая насколько честные через голема можно просто давить на топе монет продолжает фармить разумеется тут нужна пика и у тб и скорее если там был рассасин про нас пики как можно скорее потому что понятно почему потому что клокер потому что тролль надо как-то из этого контакта уходить батрайдера с удовольствием бы кого-то бы здесь подцепил если бы имел возможность на нее нету ни блинка не лассо поэтому игроки их он здесь могут просто отступить очень сильно они замедлены под стики напалом под действием ловушки батрайдер активирует firefly вышку в центре надо обязательно динает нельзя отдавать сопернику дополнительное золото это и делают лжи не фарваринг там хукшот от клокерка в террор блэйду но у террор блэд есть сандер глупо было надеяться что они сказали проще должно погибать клок погибать правда попутно батрайдер и шедо фейн там батрайдер снова пошел в размен ну батрайдер солид похоже в этой игре да конечно идет суицид но разменивается неплохо очень круто и шедо фейнт посерял свой стрик батрайдер получает деньги барабаны уровень 9 батрайдер пока красавчик очень много делает убил два раза тролля убил один раз шедо фейнта 5 6 0 интересно да и все это без малейшей помощи но может быть ах фу немножечко помог в топе при осуществлении ферест блада я не уверен вот там возможно где-то рядом был отвлекал барлака или может пулы какие-то делал в общем чем-то помогал да может косвенно может не напрямую но косвенно чем-то помогал батрайдеру делать фраг клокер у нас опять выходит на террор бейда правда террор бейд в этот раз здесь не один отличная банка от батрайдера тоже фит какой-то если честно один врываешься место где особо ничего не видно да стоит вард но и как то сколько пингов то пошло от батрайдера что скорее здесь стоит вард как он ворвался то сюда без вижена 89 клок четвертая смерть совершенно ненужная смерть и для монеты это отличный буст монет на общем как и предполагается выход в пику вчера игра стать хантером против террор бейда шла немножечко по иному сценарию у ребят еще урса в пике был который легко забирала рошана здесь уехом нет урса поэтому рошана так просто забрать не получится тайт хантер подкреплялся откровенной доминации хотя смотри все таки пытается выйти на рошана ну да там ульт варлока и рэвидж тяжело будет сражаться но мне кажется лгд фрэвер должен дать бой если метаморф а еще и метаморфоза нет да неудачен тогда момент для драки для лгд метаморфоза нет хукшот от клокверка пошел рэвидж плюс ко всему голем сантера убивает глобала не будет держитесь там погибает асен кинг рошан практически пал батрайдер в позиции батрайдер может быть и полетит батрайдер полетел закидывает бочку айгис валяется забирает его шадоффинт и по итогу минус 2 тб даже в этот файт не шел монет решил батрайдера не было блинка он мог бы попытаться своровать айгис но не стал этого делать там парка тоже могла бы попытаться это сделать то там были коги если бы супер просто запрыгнул в рашпит самонадеянно то ударился об коги и скорее всего не айгис бы не забрал ее погиб при этом решили просто минимальная потеря да вот так вот получилось что у террор блейда не было метаморфозы и ребята из их ом просто вот смогли зайти на рошана за счет двух своих ультимейтов я я думал что у них не не должно получаться это делать но все-таки у них тоже пик неплохой который рошана может забирать просто будь метаморфозу террор блейда ну наверно могло бы быть что-то иначе могло бы быть теоретически там на топе встреча есть в рейф пошел наконец-таки глобал впервые за игру шадоффинда пытается убить но он с айгсом поэтому это бесполезно батрайдер улетает и там просто два мяса прокают как же не повезло сейчас улетает батрайдер живым обидно обидно но миссии с миссии 10 так живет с инкинг готов копать но что финда ворваться стороне хочется супер стоит в позиции супер есть блинк имеется метаморфоза имеется сандр курьер силы погибает там супер постарался красавчик за блинка ворвался и курьера убил но возможно есть смысл просто башню отдать и даже не защищать здесь 4 что у противника все еще есть айгис и будут им прилично времени да башню отдает на центре супер без супера драться здесь смысла нет никакого абсолютно возможно их ум попытается пойти немножечко дальше но опасный момент возникает копают варлоку варлок еще нет ультимейта кастует на себя шедоу ворд ронг ну и снова от батрайдера отсюда лететь эпицентр санкинг пошел в рейв на варлока варлока нужно убить варлоках же много рингерации идут слушай жесть стики рейндропы все это работает варлок выживает и под курсой там нет не живет отправляется в таверну все-таки варлок он не был умер от курсы до террор блейда тут не было но я думаю что и хоум даже довольна что тут не было террор блейда пути них и есть ревод шеи есть и сэса егисом лучше забирать такие правил не то не тб то есть ребята воевали там по сути втроем супер двойной урон супер начинает воевать опасно супер ничего себе успевать взял блинкал каким-то способом под рефракшном и уходит фармить эншентов но было опасно мог бы какой-то ревод залететь и все хотя травы же в принципе на блинке уйти можно если не в платную стоит хантер можно особенно если у тебя еще рефракшен активен ты конечно застанешься подлетишь но как только и стана вы ешь можешь сразу же использовать блинк очень удобно да пока что мы уже на предыдущую карту вроде как их он кин ведут все окей у них по золоту там преимущества минимально но главное сейчас не подфидить в одной из драк там на ршане или где-то в этом районе не проиграть fight 50 тут встреча супера и клока клока можно должна быть помощи должна быть помощь рядом террор блэйд рядом совершенно сэнд кинг костуется рефлекшн встречает бэтрайдер бэтрайдер ну все тут точно хуку же помогает до конца хоть что-то сделать долго бьют плохо слушает саппорт четвертой позиции его просто почти вся команда метелят там парка просто боится подойти в упор потому что мало здоровья остается у супер в незавидном положении а пока гоняли клокверка ломает т2 вышку сф вместе с тайт хантером остается только два внешних товара таланцер к моему большому удивлению неплохо по фармил у него есть форста в за 17 минут за 18 минут при этом он не пренебрегал вардами старался все-таки и детекшен какой-никакой покупать видите хороший игрок просто может у нее не самый удачный саппорт здесь на котором тяжело сделать так же много как на том же самом визаджи как бы тут неплохо мог бы смотреться рубик просто представь как лайновый саппорт да он и клокверка боискогов вытаскивал и всякие реводжи ультимейты варлока воровал может быть ультимейт сф battle транс был бы весьма кстати в пике команды lgd forever young но рубика не пикует вообще если омника никто не берет то рубика тоже почему-то никто не берет омник был в бане на первой стадии в этой игре да батрайдер полетела эггиса команды хом нет на форике battle транс хотя побыстрее башни разрушить аху купил наконец-таки себе blink на 18 минут очень поздний blink но он хотя бы есть курса на шадуфинда и тайтхантера будет ли какой-то все-таки врыв от команды элфуай отлично хукшот аху нахота ну капуста отсюда моментально получает гаш толкает целосер своего тиммейта целосер еще закидывает ласт ворта и хантер довольно таки больно но башня падет при этом что мы видим то т.б. продолжает пушить топ он вообще не смещается на центр и тролль идет воевать с монетом не забываем про сандр очень опасно здесь драться вот так вот херекен пайк тролль против в т.б. что по сандру сандр есть есть глобал и тролль погибает а там еще драка на центре смотрим продолжение проблемы у кокерка дайтхантера и вич пока не дают потому что глобал висит глобал заканчивается погибает клок тайтхантер еле живой реки моб соус успевает супер уйти на блинке очень четко залетает в итоге голем и реки он просто в одного санкинга плюс ко всему еще и реверч залетел в одного санкинга это конечно не очень круто и для команды элфуай это идеальная драка просто санкинг размен на все ультимейты еще и т.б. пропушил топ еще и был тролля параллельно тролль как-то самонадеянно шел видимо рассчитал исключительно на баш чтобы не было сандра но баш не прокнул в ключевой момент и вот такая у драка и уже все преимущества которые хомкин имели они его теряют графики выходит просто в ноль худ появляется у тайтхантера он все думал худ ему покупатель гуарнин грифс вроде и купил уже потом снова продал снова купил будет дарк с худом но гуарнин грифс нужны мы видели что был глобал он стоял не понимал чему делал собственно да и грифсы нужны и от пайпа кстати отказываться также не стоит из-за эпицентра и бэтрайдера ну вроде все стало не так уж и плохо у lgd forever young после последних событий отыграли они немножечко золото бэтрайдер влетает на тролля есть ли лассо лассо в кулдауне еще три секунды но похоже жижи 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 даже разобьет хокшот мимо и вот он снова такой фит то ли снова погибает это плюс высоса где то золото чуть меньше укип 500 золота на двух персонажей так делать нельзя внизу супер уже у супер уже все не так плохо да то есть мы помним как супер все было отвратительно на минуте 5 то теперь разница там что до финдом но в 2000 окей это не так много падет башня будут еще меньше все уже полтора тысячи разницы но правда супер надо тут не заигрываться хантер близко и блинкал на топе у нас нападение на санкинга монет нажимает форму все-таки погибается на кинг но проблема есть и у что дофинда что дофинда от реки он пытается дать реки ему дает ели живой бэтрайдер что есть сандер у террор блейда готов мне кажется моют еще немножечко повоевать а вот и импакт от ddc подъехал на самом деле хорош реально сайлансер уже перегоняет варлока он перегоняет санкинга который как четверка ddc просто батя игры он не даже даже на таком герое да в такой ситуации когда очень тяжело как-то собраться очень тяжело воевать в тимфайте против тайтхантера и варлока умудряется он набирать интеллект набирать фарм у него 1300 золота может быть сайлансер даже позволит себе купить мидасик в этой игре потому что видно что их он не смогут зайти на хайграунд просто так да то есть они уже задавить зажать lgd не смогут на хайграунде а это значит что мидасик может ну сослужить верную службу ну смотри купил себе пока медальон скорейше ddc будет дальше выходить уже solar crest и мидас про игнорирует с этой точки зрения тоже правильно потому что дэмэджа будет достаточно мидас на сайлансере позволяет выходить в артефакты для нанесения урона подкопали к локверка к локверок 47 уже играет хотя все было в самом начале не очень хорошо ддс который мы так хвалили и его здесь уже тянет время он тянет время то есть он осознавал что здесь у нас погибает и к локверку все-таки смог далеко от не стоял конечно честно говоря стоять когда вроде ты немного выигрыш вот такой вот позиции вот здесь вот это было весьма откровенно говоря он выиграл пространство для темп ларки причем весьма обширная потому что супер может сейчас стоять вот так вот далеко как он стоит сейчас про фармливать пачку крипов и остаться в живых было ну если он конечно совсем не обнаглеет и не начнет теншинтов фарм а он начинает фармить теншинт и рано с фарма молодой человек ты надо быть супер делаем линкаут и да все нормально телепорт телепорт сбить шадуфинт не сможешь шадуфинт понимает что бкб бы не помешало бы есть такое ощущение там есть подкопы глобал себя снимать тоже было бы неплохо на топе тайтхантер у нее проблемы лассо давать не очень-то и хочется в этого героя прыгает супер начинаем отбить по тайтхантеру прыгает санкинг подкопали рядом еще и монет в итоге лассо как видите сбрасывает себе тайтхантер но это особо и не мешает его добить но гуардин грифс он себе покупает на все деньги манта стайл появляется у тб шадуфинт по-прежнему то по темпанетворсу но вплотную и темплорасасим вплотную и тб подбирается и тролль как мы видим очень сильно по фарму также просел сэнджи яша фейсбудс владмирс это конечно неплохо но нужно еще и бкб наверное сверху иметь было бы отлично shadow blade у шадуфинда пока бкб игнорирует последняя внешняя башня у команды их он кин будет под возможно же будет рака фукшот пока врыв на тб тб просто на пике уходит подальше отсюда и топоры от роля это конец элфай просто уйдут мана делает телепорт на ботом и все остальные просто будут расходиться боевать здесь никто из-за лофай не желает да незачем вышка упала за что тут воевать против рэвэджа и кого-то коферинга вообще не ясно на трапе сейчас забирают рошан и и хомкин не думаю что это им сойдет с рук ну телепорты пошли там парксасин идет батрайдер полетел есть глобал возможно рано я бы сказал даже супер рано надо было прям под лассо батрайдера все это использовать там практически выпал все это вроде как видно коги ставится полетел голема окей попытку битвен кинга лассо на шадуфинда шадуфинда просто прогоняет из драки шадуфинд получает очень много урона выкупать санкинг рошан пал аегис для супера по итогу супер делает убийство и при этом еще и живет реком апсоус от шадуфинда два байбека от команды лфу ай таблорсесса погибает но только аегисандр от монет очень своевременно врывается ddc санкинг подкоп но мимо дарк дает якорек пытается уйти под алтарем стоит шадуфинд супер пытается убить дарка очень много времени на это тратит но дарка должен добить дарк погибает но там все таки цена двух байбеков было от команды лфу ай вроде как и хомкин сами при этом не выкупались да санкинг батрайдер так что это размин получается у нас 2 в 4 неужели и хом и вторую карту проиграет из-за того что слишком нагло пошли на рошана есть конечно байбек шадуфинд есть души но нет ультимейта мы понимаем что база падает очень быстро форма заканчивается на сторону можно забирать точно дамит падать ситуация прям зеркальная предыдущий карте сейчас упадет мид ребята могут отойти что очень происходит и вот так вот игра меняется у их комкин резко становится все очень плохо если минут пять-шесть назад они имели все шансы на победу здесь стоит ну шансы на победу конечно сохраняются просто не такие высокие и у лфу ай становится все просто отлично появляются деньги на саппортах появляются деньги у террор блейда вот он и гем у сайлансера у которого очень скоро еще появится solar crest про true strike там можно забыть поскольку сф еще даже блэкинг бара нет в наличии также как и у тролль варлорда а вот у террор блейда блэкинг бар есть и скоро 20 уровень где он заберет дополнительную ловкость непонятно что делать и хомкин теперь такой ситуации не завидный как-то драться с рэвэджем и хукшотом нужно но подать это вы же такие знаешь не самый удачный от дарка нет курори же который прям решает драку скорее культура вот защитный он дается чтобы просто остановить атаку но не начать самим драться такого не было может быть не хватает и правда хоть регион командор здесь черт его знает ну ладно что уже говорить я рад примере что появляется тролль в каждой игре мы с тобой и так этого героя хайпили тролль лучше кэри его никто не пикало его пикали там раз 10 игры и все как-то про него заболе сейчас он хотя бы в каждой игре есть стабильно в китая причем как раз китай так и пикал то есть на киев мейджоре там играли в gg играли айджи виталити кто во что как раз кто фантомку берет вообще без магнуса без огра без омника плевать просто как это фантомка рандомная заезжает кто каких-то других персонажей сомнительных выбирает когда но герой line проиграет просто берешь тролля и и выигрываешь вообще идеально предыдущую карту тролль затащил здесь у него еще конечно шансы сохраняются но даже если здесь тролль не выиграет тут тут не проблема тролля как бы он тут отлично заезжал и он свою работу делает хорошо просто с другой стороны lgd фарварьянг играют грамотно очень и и хомкин где-то дерутся там где возможно не стоит этого делать я не знаю обсуждали ли мы это с тобой но вот почему начали тролли пикать нет по моему это не обсуждали нет я не говорил тебе свою теорию давай давай вышел вот этот вот этих на тролля классный кто-то на тролле поиграл и понял что герой это в общем-то неплохо на мой взгляд пикрейт тролль варлорда и в матчмейкинге и в каптанз моде резко увеличился как раз вот после выхода сета на тролля 2017 год пикаем героев потому что красиво нет 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 не поэтому просто кто-то в матчмейкинге решил поиграть на тролле ну потому что реально крутой сетик вышел ну посмотри какой он прикольный без сетика тролли но не так красиво выглядят на нем не так приятно играть так дарка тут пытается пробить сейчас игроки lgd фарварьянг супер с дабл дэмэджем дизолятором пикой и даггером вгрызается в т3 вышку очень быстро падает тавер дарк выходит для того чтобы потанковать фукшот есть роту фотос надо как-то помочь но все-таки пика все-таки пика пошел рэвиш бкб нажимает по итогу супер полетел голем 2 бкб из от команды лфу ай надо просто бить ну голем убили в секунду бкб правда не будет больше что финн стоит просто пошел бейдом ну так сейчас нет и рэвэджа и хукшота это шанс для lgd фарварьянг забрать второй линии от клоперка ставится коги выигрывается снова время командой хомкин просто прогоняет из базы своими когами и всем остальным что дуфин покупает на все деньги бкб врыв на дарка лассо было моментально сбито дарк выживает ну давать на тайтхантер конечно лассо такое себя global от команды love они видимо просто хотят уйти защитный global такой получился ну тут их вам должны отступить непонятно зачем именно лассо в тайтхантера вроде конечно такая сладкая булочка на 500 хп но это тайтхантер он уже все сделал что должен был там какого-то убить клока или башу финда было бы намного было бы поинтереснее согласен но видишь ребята думали что у тайтхантер осталось так мало здоровья что они его могут злосо просто уничтожить и зайти потом на хайграунд имеет превосходство над соперником количестве героев но не тут то было тайтхантер выжил за счет гривзов и кракеншела и продолжает сейчас бегать по карте фарминг но главное то что lgd фарварянг никого не потеряли это хорошо для них естественно и плохо для их ом ну так вот возвращаясь к роли варлорда просто кто-то пикнул этого героя попробовал на нем играть матчмейкинги и осознал что герои реально хороший а мы знаем то что из матчмейкинга многие команды вот забирают себе стратегии вообще практически все матчмейкинг он в какой-то степени задает моду ну и наоборот тоже так происходит если какая-то команда после патча открывает заготовочку то есть читает чинжлог видишь того этого героя усилили этого героя усилили мы когда-то пробовали играть этими персонажами но у нас не получалось по каким-то причинам но за счет тех бафов которые герои получили в новом патче мы можем попробовать еще раз и вполне вероятно что у нас получится и потом это тоже перетекает потихонечку в матчмейкинг так находились и рядом еще батрайдер очень далеко оказался шедуфит от команды вообще команды здесь нет ничего себе смельчак ну удачи тронг дело телепорт его видят но телепорт сбить никто не сможет окей шедуфин да нет минуту правда я думаю за эту минуту элофа если дойду до хэграун то там уже шедуфинты появится посмотрим идут быстро он только без душ будет то есть хороший реквием он скастовать не сможет только исключительно ради дебафа какого-то дать ультимейт есть смысл и то сайлансер тебе остановит кастует глобал и тебе придется остановиться либо прожимать бкб кастовать его заново тут провоцирует бкб каста просто пытаются уйти пока супер 50 неплохие фэтл банды рэвидж имеется голем аналогично активирована форма бот райдер пока без лассо еще полминуты пробивает и дарка снова ну дарка фокусить это опять же такая себе идея есть рэвидж пока не нажимая дарк ну вот он бкб от тб пошло окей иначе сейчас рэвидж подъедет но тут 3 башня т3 башня пала рэвидж у монета дарка прошу прощения имеется тб просто отходит назад под шеду блейда lgd и фрэвер янг все пытались сделать для того чтобы спровоцировать байбэк сф нового сфа байбэка просто не было ну наверняка она выкупаться не очень-то хотел в итоге все обошлось потеряли только т3 вышку в рамках данной ситуации это не так страшно потому что в миде уже нет т3 вышки и шрайны разбиты поэтому байбэк на сфе важнее чем т3 тайт хантер блин дайгер не знаю если в этом смысл учитывая что те и так идут на базу плотную тебе подходит прям лицом к лицу и начинает бить вместо блин дать рэвидж так чтобы не прожали бы к бэшки террор блэйд с темп ларкой для этого нужен конечно же блин и это как раз шанс хорошо подраться для их он кин поэтому в общем то покупка блинка не так уж и плоха на тайт хантера тем более это тайт хантер черт побери на нем блин всегда хорошо смотрится там интересный артефакт появляется террор блэйда silver edge серьезно в принципе вещь дает хороший атак спид и дополнительный урон плюс еще статы и сам silver edge да не shadow blade и silver edge дает конкретно статы и приятную активную способность так что почему бы нет хотя это нонсенс на террор блэйде покупать кислород свой занимает там какой-то артефакт полезно типа бабочки вот например с коде мог бы моды тоже купить у него тысячи тысячи золота до тысячи золота и он бы еще немножечко добавил купил бы себе допустим с коде с коде стоит 5 800 примерно селеверать стоит 5 3 слушай так он бы купил бы уже с коде скорее всего батрайпер впрыв есть можно убить очень быстро клока клок погибает в секунду что дофин бегает сюда блэйде ловушка взрывается и может быть это попытка сбить кракеншелл тайтхантеру и утащить его в лассо а а а как тебе возможно и так кстати без шуток но это слишком круто звучит ну посмотрим получится ли на практике потому что да он падает не успевает тайтхантер немного не успела а егиз для монета по итогу и слушай очень больно тайтхантеру слушай нормально там залетел то урон тайтхантер в секунды погиб который пытается воевать с монетом удачи тебе друг бесполезно монет уже намного сильнее это минус 4 остается 1 шуток винт эпицентр буроу страйк ну по моему все опять команду и хомкин хоронит рошан не этот конкретно рошана 2 куда и когда они зашли в рошпит и проиграли там тимфайт когда супер забрал и рошана и а егиз первый тарашан как раз у их хомкин был отличный они правильно сделали что пошли туда у них было преимущество за счет вот реводжа и ультимейта варлока тут когда есть бкб шки уже тяжеловат конечно драться в рошпите безнаказанно два байбека от них он кин хукшот но там пларка непоколебимо там уже здесь погибает гг вот такая вот карта ну слушай silver age против тайт хантер это реально круто просто тайт хантер настолько быстро погиб он вообще не понял что происходит я честно говоря даже не заметил успела ли ударить террор бейт с silver age да 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 потому что там висел там именно висел эффект от этого silver age негативный на просто возникло ощущение что кракеншелл все-таки прокнул ну может это гривзы там сработали в общем там в замесе было тяжело понять поздравляем команду lgd forever young будут они играть с ребятами с из вич гейминг джереми соперник достойный должна получиться очень хорошая карта но она начнется скорее всего через час потому что про списание эта игра начинается как раз в команде нужно счасовую какое-то время поэтому пауза будут где-то 50 минут ddc 4217 отлично от него карта супер учитывая такую плохую линию умудрился вообще ни разу не погибнут за игру казалось бы что вот он может показаться убивали потому что он без фарма стоял а по итогу 0 смертей единственный игрок на карте который не видел красавчик супер не так много фрагов имеет конечно но зато ассистов много просто не всегда супер везло с ласт хитом большое количество фрагов забирал монет большое количество фрагов кстати у бэтрайдера бэтрайдера тоже следует похвалить за стойкость характера что он не увидел там ой блин тролль варлорд на линии пойду в лес не буду стоять он собрался с мыслями вышел на линию как и должен был выйти потому что бэтрайдер убивает тролля на линии и варлок ему не сильно помогает и сделал то что то что то что от него требуется второй раз разменялся все у тролля по фарму проблемы у парня 37 по игре и тролли в игре вас по сути был бесполезен от этого драка вспомнил на топе тролль против тб один на один это было смешно конечно смотреть на что надеялся тролли не совсем понятно когда у парня на монете явно есть сандр ну ладно окей победа за командой элла фай хомкин все равно молодцы хотя для них я думаю молодцы это малый маленький результат учитывая что слот на эпицентр только один они покидают эту квалификацию остаются три команды у нас switch gaming джей lgd farawayan и lgd gaming